Роман Игорь Ильич Телюков, директор Института новых технологий и развития образования, координатор Курмурских программ проекта Школы Росатома, Иван Николаевич Трифонов, координатор Мироприятия, города-участников проекта Школы Росатома. Сегодня они с нами работают добровольно. Мы их очень попросили об этом провести семинар и очень рады с ними пообщаться здесь, в нашем городе. А я передаю слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рады после значительной паузы оказаться в Железногорске. И повод, в общем, подходящий в том, что завтра и послезавтра финал Школы Проектов, а это десятый сезон, юбилейный сезон, напомню, что Школы Проектов – это инициативное мероприятие города Железногорска. Проект Школы Росатома начиналось с поддержки проекта Школы Росатома, но двигалось достаточно автономно. И когда мы увидели, что мероприятие востребовано, то проекта Школы Росатома, конечно, не решила не остаться в стране. И мы рады, что 95-я школа вместе с городом этот проект реагирует уже 10 лет в юбилейный мероприятие, а завтра, послезавтра состоится. Ну и понятно, что, приехав в город, для нас важно было бы встретиться и с педагогами, и со школьными педагогами, и с педагогами на школьном образовании, для того, чтобы, может быть, немножечко сориентировать, как в рамках проекта Школы Росатома ведется работа относительно технологического переоснащения деятельности педагогов, для того, чтобы понять, в каких направлениях проект движется, как вы работаете, какие перспективные линии в проекте есть, и в этом смысле, какие, возможно, перспективные идеи, какие-то дополнительные возможности есть у вас, как педагогов, и есть у ваших детей, с которыми вы работаете в школах вашего города. Я очень рад видеть всех, с кем уже давно знаком, кем давно не виделись, возможно, и тех, кто, возможно, впервые пришел на какое-то общение с командой проекта Школы Росатома. Ну, надеюсь, что вот наш формат общения примерно полутора часового окажется полезным, информативным, и, возможно, я для себя, во всяком случае, такую задачу ставлю, возможно, вас как-то вдохновит на то, чтобы, вот прям начиная с сегодняшнего дня, для себя видеть какие-то интересные задачки и интересные мероприятия в рамках проекта Школы Росатома персонально для себя, подчеркиваю, а, возможно, и для ваших коллег из ваших школ. Мы сегодня будем говорить о развивающих технологиях в школьном образовании, и этот разговор я буду, как бы, вести в контексте нескольких мероприятий, которые в рамках проекта Школы Росатома реализуются. Ну, прежде всего, это мероприятие, которое называется конкурсная программа проектов Школы Росатома. В городе Железногорске есть большое количество победителей этой конкурсной программы. Из 103-го лицея Марина Юрьевна, да, Марина Юрьевна Коин, победитель конкурсной программы. Анастасия Александровна Юрьевна, победитель конкурсной программы. Марина Юрьевна Ковалева, неоднократный победитель конкурсной программы. Ирина Евгеньевна Дерышева, победитель конкурсной программы. У нас большое количество участников, полуфиналистов из Шлезнобурской тоже сидящих здесь есть. Но хочу сказать, что проект Школы Росатома, проект, который дает различные возможности для того, чтобы самостоятельно реализоваться. То есть проект, который не просто там вовлекает в какое-то мероприятие, чтобы было интересно, хотя это тоже есть. А это проект, который дает возможность получить некий инструмент, некий опыт для того, чтобы потом этим инструментом, этим опытом воспользоваться по своему усмотрению. И возможно быть успешным не в рамках проекта, а за рамками проекта. Мы такого рода успехи тоже подмечаем. Для нас очень важно, что, например, в качестве педагога Ирина Евгеньева участвовала в нашей конкурсной программе, а сегодня директор Мариинской гимназии. Для нас очень важно, что в качестве психолога нам на конкурсную программу пришла Марина Юрьевна, а сегодня заместитель директора Мариинской гимназии. Для нас очень важно, что разные наши участники становились экспертами в рамках конкурсной программы проекта «Школа Росатома», становились и уплатили каких-то направлений, например, международные умные каникулы со Школы Росатома. И в этом смысле мы готовы поддерживать тех, кто, получив некий импульс, дальше этот импульс реализует в различных абсолютно направлениях деятельности, тем самым показав, что, наверное, что-то полезное в рамках проекта получится. Начну разговор с того, что часто мы, когда говорим про развивающие технологии, про развивающие образование, ну, как-то в общем и целом представляем, про что это, но ключевое слово «развитие» мы не очень хорошо, возможно, себе представляем. Вообще, что значит развивание детей? Мы говорим, вот мы детей в образовании развиваем, а вот что конкретно мы такое делаем, в какие моменты мы осознаем, что мы обеспечиваем развитие детей? Ведем мы уроки, вот в какой момент мы их развиваем. Есть конкретные действия, которые я, как педагог, выполняю, которые оказывают развивающие воздействие на ребенка. Ну, мы говорим, ну, вот в целом общем это развивает. Вот если в целом общем, тогда я, как педагог, этим процессом не управляю, тогда я на самом деле никого не развиваю. Это просто вот я являюсь участником некого процесса, я сильно не знаю, как он действует, который действительно ребенка развивает. Но я лично понятия не имею, как этот процесс устроен. Когда мы говорим про развивающие технологии, то мы говорим прежде всего о том, что педагог владеет полным пониманием, как и в какой момент он оказывает развивающие воздействия на конкретного ребенка. Вот если педагог это осознает и осознавая, так как планирует свои деятельности, тогда он владеет развивающей технологией. Если он опять-таки в целом общем, так, ну вот что-то должно это как-то развивать ребенка. Тогда он на самом деле не владеет технологией, на самом деле никого не развивает. Просто вот спонтанно такой эффект случается с детьми, когда педагог что-то делает. А вот целенаправленного действия нет. Ну, опять-таки, любой школьный педагог, который работал хотя бы в 90-е годы, в прошлом столетии в школе, себе представлял, что раньше методисты с нас требовали в конспектах урок прописывать развивающую цель, обучающую цель и воспитывающую цель урок. И вот эти цели, любой учитель, относительно обучающей цели, он себе легко мог ее сформулировать и написать. Относительно воспитательной цели, ну, опять-таки, ну, наверное, что-то, да, можно сформулировать. Относительно развивающая цель всегда была, скажем, загвоздка. Надо, чтобы писать, развивать память, и дальше вопрос, ну, а в каком месте ты эту память развивалась теперь, какой результат, как ты развил, на сколько процентов она у каждого ребенка развила. И вот мы там всегда писали какую-то очень умозрительную вещь по поводу, ну, да, создавать условия, чтобы развивать, там, не знаю, воображение. И как-то она спрашивает, ну, и где ты эти условия создал? И, значит, учитель там что-то придумал, в какой момент он это вот условия создавал. И говорит, а результат какой? А результат, что я условия создал? То есть я не отвечаю за результат, а я делал только условия создавал. Вот наша задача, конечно же, создавать условия для развития, но все-таки отвечать за результат, хотя бы понимать, что этот результат точно случится благодаря тому, что я сделал. Ну, теперь относительно слова развития. Так, а у нас какой-то маска. Какой-то маска. Какой-то маска. Ну, подойдет бумаги. Я знаю. Нет. Ну, ладно, будем пока на пальцах. Относительно идеи развития. Развитие предполагает всегда преодоление. Развитие без преодоления невозможно. Развитие – это всегда преодоление какой-то трудности индивидуальной. Вот я чего-то не могу сделать, и персонально преодолевая эту трудность, я развиваюсь. Так, механизм природно заложен в человеке. Например, как развивать мускулатуру рук. Что делают люди? Мы тут в стренажерный зал, поднимаем либо большие тяжести, вот прямо предельно большие тяжести, там, два раза подняла, руки все, вылетели. Либо берут поменьше место, но тогда повторяют раз сто-двести, пока снова опять эти руки уже не осопли. Что значит осопли руки, что в момент происходит? Появляется микроназрыв. Эти микроназрывы зарастают в мышцах микроназрыва. И мышечная масса увеличивается. Вот то же самое в человеке. Развивая, например, в человеке ту или иную там сферу, вы должны создавать какие-то разрывы, которые человек самостоятельно преодолевает. Когда он самостоятельно преодолевает, собственно, происходит акт развития. Ну, например, мы проводим эту предметную олимпиаду в проекте «Школа Русатома». Мы в этом году уже десятый раз проведем ее, тоже юбилейный, 2025 год. И когда нас спрашивают, а что там такого методопредметной олимпиаде происходит, и чего мы ее вообще проводим? На самом деле мы проводим методопредметную олимпиаду не для того, чтобы выявить, какие дети в этом смысле, в смысле методопредметных результатов, какие дети самые лучшие. А на самом деле мы проводим для того, чтобы педагогу показать, как можно целенаправленно работать с методопредметными результатами учащихся. И обратите внимание, все задания, которые мы даем, они вот не просто там какие-то умозрительные про что-то, они по большому счету сконцентрированы на три типа компетенций. Это информационная компетенция, учебная компетенция. Вот если учебную компетенцию или учебную грамотность брать как одну из основных, то методопредметная олимпиада помогает проявить, насколько ребенок развит с точки зрения учебной грамотности. А что из себя представляет учебная грамотность? Это индивидуальная способность ребенка самостоятельно самостоятельно моделировать, самостоятельно контролировать себя, самостоятельно оценивать себя и самостоятельно целеполагать. Ну и целеполагая снова выходить на новую задачу и снова строить какую-то модель. Вот вопрос. Можно ли развить действие моделирования в ребенке? Мы считаем, что можно его развить. Но актуальный уровень развития вот этого действия, учебного, которое называется моделирование, ну так, среднестатистического ребенка на нижайшем уровне. Почему это происходит? Вот для того, чтобы мышцы росли, нужны микроразрывы так, чтобы я сам что-то потягал и у меня наращивается. Вот для того, чтобы моделирование в голове у ребенка, как учебное действие сложилось, у ребенка должны быть ситуации, в которых он лично сам моделирует, или еще делает это, либо в ситуации, когда ему трудно, либо много раз подряд он моделирует, моделирует, моделирует. А теперь смотрим, как выстроен классический урок сегодня. Кстати, не только сегодня, но и 100 лет назад, к сожалению. С чего начинается урок? Здравствуйте, садитесь, специально число, классная работа. Тема урока у нас сегодня такая. У меня сразу же вопрос. Целеполагание у ребенка было самостоятельно в этот момент? Нет. Тему сообщили, что сейчас будет на уроке, и мы уже сказали. То есть у них ребенка сознательно в этот момент на уроке выключили, сказали, цели полагания у тебя не будет, потому что цель урока у меня в голове, и я вам ее уже объявил, уважаемые дети. А потом дальше, как в том анекдоте, учитывая математики, долго раз доказывали теорему, несколько раз детям доказывали теорему и фактуру, спрашивали, поняли ли они, нет ли, еще раз, поняли ли они, нет ли. Третий раз доказал, в итоге уже на четвертый раз говорит, я уже сам понял, вы все никак не поймете. В этом смысле дальше мы в готовом виде детям даем модель, в разных предметах это разное, например, правило в русском языке какое-то, вводим, как правильно писать, бербер, в горле слова, да, что там за маркер такой, суффикс, который нам дает понять, как правильно писать, бербер, бербер. Мы по правилам ввели, подчеркиваю, в этот момент, кто правилов ввели, я, вопрос, учитель, вопрос о моделировании ребенком этого правила как собственное действие произошло или нет. Нет, потому что я в готовом виде правила дам. Или, например, я на уроке истории рассказываю, что такое революционная ситуация, значит. Нельзя и не могут, верфи не хотят, и, значит, дальше каждый раз, как только про какую-нибудь революцию начинают говорить, хоть 1708 года на Франции, хоть 1917 года в России, вот я, значит, этот шаргончик. Или, когда я говорю, причины и повод войны. Вот, одно от другого отличается, как учитель, например, истории. И вот кто тоже этим пользовался, вот в чем была причина, какой был повод. А, собственно, до временка по поводу причин и поводов войны подумать, ситуации нет. Вот сейчас вопрос учителям истории. Они, кстати, учителям истории в зале. Можно понять, кем учителям истории? Вот, есть. Все-таки, значит, я вам буду рассказывать, остальные не признаются. Вот, а на уроке истории можно ли себе представить вопрос на засыпку? ответ на который в учебнике нет, потому что вопрос связан с сегодняшней ситуацией. А причина и повод сегодняшнего? Что? Вот где причина, а где повод? Подчеркиваю, в учебнике истории про это нет. И вот в этот момент, когда вы зададите этот вопрос, у ребенка, возможно, появится шанс выстроить собственную модель. потому что никакой опоры на учебный какой-то текст, на какого-то классика. Нет. Вот здесь сейчас я должен сам попробовать, предположить, выстроить какую-то модель. вот подчеркиваю, в классическом типе урока промоделирования у ребенка собственного опыта практически нет. а это означает, что это действие в ребенке и не развивается, потому что мы его и не тренируем. Мы этим действием детей не нагружаем, а это означает, что мы изначально понимаем, что их учебная деятельность, это подчеркивает учебная деятельность состоит компонент из четырех действий. Целеполагание, моделирование, контроль и оценка. Причем эти действия ребенок, чтобы научиться, учиться должен самостоятельно осуществлять. Ну и дальше мы смотрим. Целеполагание, мы уже про это поговорили. У нас с вами есть учебный план, у нас есть тематический, тематический планированный учител. Вся последовательность тем и все содержание учебного материала у нас уже определено. И по большому счету целеполагание ребенка уже под большой угрозой. На уроках я изначально детям сообщаю, чем мы будем заниматься. Тоже целеполагание под большим вопросом. А тогда получается, что как минимум это действие у ребенка развиваться не будет, потому что мы его не тренируем. Про моделирование тоже то же самое. И про контроль. Когда говорят, что у нас, не знаю, урок контроля и оценки, что это означает? Это означает, что как правило, мы проводим контрольную работу. К этому времени мы понимаем, что ребенок что-то напишет, а я внешне его проконтролирую. Вопрос, а в какой момент ребенок начинает сам себя контролировать, если мы его постоянно контролируем внешне? Есть ли достаточные ситуации на уроках прямо или во внеурочной деятельности, когда ребенок сам себя контролирует? Есть ли эти ситуации, насколько их много? Есть ли ситуации, когда ребенок сам себя оценивает, опять же, этих ситуаций много или их мало? Вот подчеркиваю, для того, чтобы ребенок в первом, втором, третьем, четвертом классе научился себя контролировать и оценивать? Ежедневно учитель начальной школы на своих уроках должен выстроить систему, когда дети взаимно контролируют друг друга. То есть парная работа как минимум. Для чего мы в группах сажаем с приходом в 2010 году в гос. начального учебного образования и начали детей в группах сажать как некое требование. Это же не фетиш какой-то, да? цель была какая? Чтобы действие контроля сфорографировалось и развивалось, как это у человека устроено. Я сначала учусь контролировать другого человека и в тот момент, когда я контролирую другого, я начинаю понимать, как контролировать самому себя. И соответственно, приходя на урок в начальную школу, если систему отслежу учителя, я смотрю, если 90% контрольных действий ребенок не выполняет сам, подчеркиваю, но у овых так организованных, что ребенок контролирует другого ребенка в 90% случаев и только 10% случаев осуществляет педагог. Вот если пропорция не такая, то учитель не развивает в ребенке действия контроля. Если оценки и отметки самое главное, если отметки, которые получает ребенок, ставят в 90% случаев ребенок сам себе и только в 10% педагог, тогда действие оценки у ребенка случается, потому что он думает, насколько я по уровню владения способа уже хорошо себя чувствую. Почему в начальной школе в безотметочной системе обучения есть такой способ столбчатого оценивания. здесь вот 0 например, а здесь не знаю какой-то может быть 5, может быть 7, может быть 10. Вот ребенок говорит, вот по аккуратности например, в первом классе, по аккуратности того, что ты сделаешь, ты на самом высоком уровне или на самом низком? Ребенок такой, вот я вот примерно здесь, а дальше я спрашиваю, а почему? И он начинает думать, почему он себя сюда поставил, потому что я вот тут как-то коляво сделал, тут вот у меня неправильную палочку, за это он написать получится только еще, да? И он начинает понимать, что он такого сделал не так, что это еще пока не хорошо, что это пока еще не самый высокий уровень. И вот это и есть ценно, потому что в этот момент у ребенка начинают действия оценки самостоятельные. Становиться, развиваться, но я подчеркиваю, но я делаю это как учитель целенаправленно. Я создаю ситуацию, когда ребенок начинает вдруг задаваться вопросом, а хорош ли я в математике, хорош ли я в физике, хорош ли я на уроках русского языка с точки зрения владения какими-то способами, правилами и так далее. И начинаю сам себя оценивать. И вот смотрите, получается для того, чтобы у человека что-то начало развиваться, например, учебная деятельность развивалась, нужно создавать ситуации, в которых конкретное учебное действие ребенок начинает постоянно сам выполнять. Если этого не происходит, то это и не развивается. Никакая учебная деятельность у ребенка не развивается, если если мы не даем ему самостоятельность целеполагания, самостоятельность моделирования, самостоятельность контроля, самостоятельность процента. В свое время мой личный ребенок как-то пришел из школы, сейчас он уже и вуз закончил, когда он еще учился в школе, в классе в пятом пришел, говорит, ну как всегда родители что поставили к этому предмету, он уже по-английскому четыре, он говорит, так, четыре, почему четыре, ну, плоховато пересканало, я говорю, ну а плоховато перескало это что означает, что у тебя были ошибки в лексике, или у тебя там были ошибки в произношении, кого-то там в звуке какие-то произносил, или у тебя неправильно выстраивались предложения, или ты не так подробно мне рассказывал, то есть, он говорит, отстань уже, сказал же, что плоховато пересказало, ну а конкретно это, что можно было сделать, чтобы было пять, я понятия имею, учитель сказал, что плоховато, он не видел, ну то есть, мы поставили четыре, у нас какая была цель, у нас же не ритуал, что обязательно надо там кому-то какую-то циферку поставить, у нас же какая-то цель, мы ничего отметки ставим, для того, что сориентируйте ребенка, что пока у тебя там что-то не доделало, но ведь вопрос не что-то не доделало, а вот конкретно, чего у тебя пока не хватает, вот это же нужно, а ребенок пришел домой, он про это ничего не знает, то есть, у меня четыре поставили, плоховато пересказать, я думаю, до чего этот вопрос задавал, что-то типа, а чем работает, ты пришел домой, что теперь с этим делать, что-то плоховато пересказываешь, что нужно поправить, а он понятия не имеет, что нужно поправить, в этом смысле, контроль и оценка не включились, ну и теперь, собственно, переходим к технологии, а теперь, что же нужно такого делать, чтобы, например, учебная деятельность развивалась, вот как я, как учитель, обеспечу развитие учебной деятельности, в этом смысле, я работаю на развивающую технологию, ну подчеркиваю, развиваемся мы тогда, когда самостоятельно преодолеваем какие-то разрывы, да, здесь у нас разрыв, я вот его самостоятельно преодолеваю, в момент преодоления я развиваюсь, соответственно, если про учебную деятельность, ну тогда получается, что давая какой-то новый материал, как минимум, я как учитель должен понять, а как презентовать вот такой разрыв в предметном содержании ребенка, вот смотрите, никакой же Америки не открываю, есть такой даже термин, проблемное обучение, все же знают такой термин, проблемное обучение, с чего я каждый раз должен начинать уроки, с презентации некой проблемы, ну, например, в начальной школе дети складывать и вычитать, успешно выучить, молодцы, говорю я, а давайте теперь проверим, хорошо вы складывать и вычитаете, и пишу там столбик примеров, 18 минус 5, 3 минус 7, 4 минус 1, они начинают считать, и некоторые дети вот здесь пишут, 3 минус 7 равно 4, 4 минус 7, а некоторые такие говорят, не 4, нельзя вычитать, как нельзя вычитать, вот так Маша написала 4, а ты говоришь, Петя, что нельзя вычитать, мы же только из большего меньшее вычитаем, и все, ступор, то есть оказалось, что они вычитать умеют, и вдруг появляется какая-то ситуация, что вычитать теперь не получается. Внешне все вроде бы, легко, а по факту не получается. Я председаю проблему. А дальше вопрос, может ли ребенок понять, в чем суть проблемы? и тогда он самостоятельно делит ногами. Может ли он самостоятельно понять, как эту проблему можно разрешить, выстроить свою модель? В этом смысле включить самостоятельно действие моделирования. Почему в начальной школе опять-таки мы сажаем детей в группы? Потому что самостоятельно в одиночку моделирование осуществить им сложно, а в группе дополняют друг друга возможно. Ну и, соответственно, затем проконтролировать себя, то есть они есть способ выбили новый, а дальше проверить, а вот ту задачу, которую мы решали этим способом, можно решить или нет? Правильно получать ответ или нет? Убедились, проконтролировали себя, ну и дальше оценили самих себя, насколько эффективно они поработали новым способом, насколько эффективно они теперь уже владеют. Ну тогда смотрите, технология проблемного обучения развивающая технология, потому что в ней презентуются проблемы, которые ребенок самостоятельно должен решить. А есть трупка, значит, и рот, дробь, пробка, да, и вот тут говорим детям, что там воздуха нет, на ней лежит дробь, пробка, и рот. Сейчас окупой перевернем, что из этого быстрее упадет? Мы все Ну, конечно, тропик пойдет быстрее. Дальше вопрос, почему? Он говорит, ну, она тяжелее. А потом вот так раз это все дело переворачиваем, оно, оказывается, не имеет значения, что все, падает одновременно. Дальше вопрос, почему? Вот так со мной работал в свое время директор школы моей, которым я преподавал физику. Вот такой, видимо, интуитивный учитель развивающего обучения. Он всегда какой-то опыт проведет, и дальше вопрос, почему? Или кто думает, что быстрее упадет? Это, это или это? Значит, классно начинаем голосовать. Я вот за этот вариант, я за этот вариант, я за этот вариант. Он зафиксировал, сколько вариантов, сколько детей, за какой вариант. Что в этот момент происходит? У ребенка в этот момент какое-то целеполагание и моделирование уже начинает происходить. То есть у него есть примерное представление, почему что-то происходит. Ну, собственное, на черное представление. Для нас же это ровно важно. Чтоб человек некое непонятное преодолевал самостоятельно, потому что это его развивает. А дальше все зависело от как раз Виктор Митрофановича. Если ему было не лень, то он доводил ситуацию, что вот это почему до уровня, пока мы не выстроим какую-то модель. Возможно, неправильно и придумываем. А иногда, вот он там, например, говорит, ну вот, у нас три варианта. Кто за первый вариант, кто за второй, кто за третий. Тут 15 человек, тут 20 человек, а тут, там, я знаю, 13 человек. То есть не ошибка, у нас по 40 с лишним детей раньше в классе. И потом говорил, ну, хорошо, а здесь я ставлю плюс один. То есть он тем самым показывает, что вот этот вариант правильный. Но он хотя бы дал нам труд, что, вернее, дал себе труд, чтобы мы сами пошевелили мозгами. Тут, значит, эти 20 человек, которые были в классе, значит, золи-духали, мы выиграли, мы там самые умные. А остальные до следующего раза будут думать так. В следующий раз будет тогда вопрос, надо додумывать, прежде чем какой-то глупый вариант поддержать. То есть и тот, и другой вариант про проблемное обучение. Но в том варианте, когда все-таки он доводил нас до ситуации, когда мы самостоятельно расстраиваемый способ, он тем самым обеспечил как раз развитие двух действий, целеполагания и выигрывания. В той версии, когда мы модель не строили, а он просто присоединялся правильно вот так, потом дальше что объяснение нового материала, но хотя бы вот на уровне целеполагания включил нам мозги. Мы хотя бы сами попробовали целеполагать, то есть предположить, как на самом деле это и есть. Мы ничего в этом смысле сами потом не выстроили, но предположить мы можем. И в этом отношении он целенаправленно действовал. А теперь смотрите, в чем проблема технологическая у современного учителя. Мы с вами имеем тематические планы. Вот мы с вами темы все знаем. А дальше вопрос. А можем ли мы на каждом уроке выстроить ситуацию так, чтобы я не с объявления новой темы начинал, а с презентации проблемы, которые приходят к ребенку, пониманию, что вот нужно каким-то новым способом вкладить? Нам нужны не тематические планы, а проблемные планы в каждом предметном курсе. Причем эти проблемы могут быть в каждом курсе разного рода и разного порядка. И современный учитель, который работает на развитие, имеет, ну, возможно, не написанный проблемный план, а, ну, какой-то подход, что у меня завтра такая-то тема, и я, наверное, на эту тему зайду вот с такой проблемой. Вот если учитель об этом хотя бы думает и это регулярно делает, то тогда он отвечает за развитие учебной деятельности ребенка и ребенка развивает. Если он этого не делает, тогда он может просто примерно предполагать, что да, наверное, я как-то развиваю ребенка, но на самом деле развиваю или нет, неизвестно. Возможно, наоборот, блокирую развитие ребенка. Чем подробнее и лучше материал объясняет учитель, как ни парадоксально, тем меньше шансов у ребенка в самостоятельном обладении действий целеполагания и моделирования. Учитель хорошо объясняет. Какой учитель хорошо объясняет чаще, но всего другой? Это тот, который вот, что называется, все разжевало, осталось только проглотить. Но, к сожалению, да, он хорошо объясним, но собственного мысликного действия у ребенка в этот момент может и не произойти. И в этом отношении, в моем представлении, хорошо объясняющий учитель, это учитель, который может презентовать проблему и сопроводить ребенка в самостоятельном разрешении этой понятейной проблемы. Если есть вопросы, я готов ответить, все же, чем ответ в США прийти. Да. Можно сказать, что это был результат, что какой результат? Можно сказать, что это был в Можеме, но она сама работала в Можеме. Давайте еще разочек. Результат чего? Результат из нежды. Сама, в чай. А, спасибо за вопрос. Ну, вот смотрите. Если я реализую технологию проблемного, например, обучения, то моим результатом будет точно формирование учебной деятельности ребенка. И я это могу померить. Есть наверняка здесь рядовой, который присутствует на муниципальном этапе для предметной олимпиады. Есть? Есть. Прекрасно. Вы же там видели экспертные дисциплины. Они разделены там информационная грамотность, коммуникативная грамотность, учебная грамотность. А там прямо признаки такие. Прямо написано, на что надо смотреть в работе, чтобы определить проучебную грамотность. Делает это ребенок или не делает? Может он это делать или не может? И вот выясняется вот по этим экспертным листам, что самое западающее вообще действие, которое в наших детях массово есть, это моделирование. Почему они, по большому счету, проигрывают в метапредметных олимпиадах, как конкретные дети, они по большому счету проигрывают, потому что они не умеют моделировать. У них нет этого опыта хорошего. А выигрывает какая команда? Как правило, та команда, в которой есть хотя бы один ребенок, который имеет хороший опыт моделирования, собственно моделирования. И в этом отношении фиксировать можно прям результат. Я отвечаю за то, чтобы ребенок научился строить модель самостоятельно. И я многие это делаю, потому что я что для этого сделал? Я не дал модель в готовом виде. Я презентовал проблему, а потом, когда проблема презентована, ребенок спамулировал, в чем проблема? Я их объявил в группах, и они собственные версии своих моделей выстроили. В конце, возможно, эти модели несовершенны, возможно, они там надо дорабатывать, но что произошло? В течение этого урока дети строили модель. Если я это делаю на каждом уроке, то я понимаю, что через год у каждого из этих детей есть богатый опыт моделирования. Я уверен в том, что действие моделирования будет у ребенка вот такого сформировано. И в этом отношении вот он результат. Ребенок умеет моделировать. Еще есть вопрос, да? Получается, вы на каждом уроке можете оценить вот этот результат? Или этот результат будет только на контроле за какие-то метод предметных ампиадов? Ну, смотрите, и так, и так, вот персонально у каждого ребенка моделирование оценить на каждом уроке может ситуация не сложиться, потому что там сидит петель в группе в начальной школе, с ним рядом Маша, и понятно, у Маши прям все с моделированием хорошо, поэтому, а чего я буду напрягаться-то, верить конкретно. Я вот вижу, что в основном, главным, что называется, заботчиком в этой группе выступает Маша. И вот ее оценить я могу, что вот она стала это делать лучше, интереснее, быстрее. Прям на каждом уроке я помогу ее оценить. А Петя пока в варианте, что называется, пристежного. И я пока относительно на него ничего не могу сказать. До тех пор, пока я теперь Петю от Маши отсадил. И посадил рядом с такими же детьми, которые тоже привыкли рядом с такими Машами. А теперь вот они в изолированном, в изолированной группе ни один из них себя не проявлял, что они умеют моделировать. А задачка вот она. И вдруг я смотрю, из этих пятерых детей, которые раньше сами не проявляли, что они умеют это делать, опять-таки один или двое, хоп, я смотрю, он умеет графическую схему выстроить. А это уже показать от того, что что-то с моделированием у ребенка начало складываться. Я говорю, оп, смотрите, а Петя на самом деле умеет моделировать. У него это действие, пускай еще коряво и слабенько, но оно уже проявляется. И тогда относительно него прямо на конкретном уроке я могу сказать, что да, я вижу свой результат. Вот, конечно же, вопрос в чем? Что он не складывается как результат только одного урока. Что это, в общем-то, накопительно происходит с опытом у ребенка. Но в тот момент, когда это проявилось, я могу это установить прямо на уроке. Не обязательно нужно ждать метапредметный олимпиад для этого. Это можно увидеть прямо в своем уроке. Увидев, насколько ребенок умеет или не умеет моделировать. То же самое касается остальных, кстати говоря, действий. Просто моделирование как одно из самых западающих действий. Так случилось. Ну, тогда получается, что Вы тоже создали еще условия для того, чтобы дети проявились. Кто-то проявился, кто-то не проявился. Вы не можете отвечать за результаты на каждом уроке? А я подчеркиваю, я отвечаю за результаты на уроке за те, которые возможно достичь за один урок. А те, которые отсрочены и, например, их можно достичь, например, за один год, вот я их и оцениваю в течение года. Или свой конкретный результат оцениваю как годовой результат. Ну, что здесь важно? По мере приготовления борща бессмысленно ему каждую минуту пробовать. Потому что мы сначала воду налили, да? И какой имеет смысл пробовать пустую воду? Она, это пустая вода, вкус борща еще не будет обладать. Потом туда мясо закинули. Нужно ли пробовать борщ, когда там мясо не будет? Смысла нет. Вкуса еще этого борща. Но я могу четко определить, что там мясо поменяло цвет. Было красное, поселело. Я проткнул ножом, понял, что оно уже мягкое. Я думаю, значит в этот момент могу следующее действие с борщом делать. И, собственно, вкус борща я начинаю пробовать, когда уже мало того, что все сварилось, еще желательно, чтобы постояло. И вот здесь в этот момент я могу попробовать сказать, классно получился борщ. Но подчеркиваю, от того, что я буду на каждом этапе пробовать этот борщ, я не могу гарантированно сказать, что он вкусный будет в конце. Ну что-то будет, какой-то вкус, но какой неизвестно. Хороший будет борщ. Это я к чему? К тому, что разные инструменты для оценки теменения я пользуюсь. То есть я мясо протыкал, я на соль попробовал, когда еще борща не было. Но, собственно, оценивать борщ, например, там сформированность действия моделирования, нужно тогда, когда все-таки прошел некоторый полный цикл. Например, когда имеет смысл прямо проверить действия моделирования, комплексно взять, детям дать какую-то задачу на моделирование. Это имеет смысл сделать в конце четвертого класса, чтобы персонально оцепить каждого. Потому что в норме возрастное действие моделирования у ребенка формируется там к концу пятого, шестого класса. Но уже к четвертому классу можно понять, достаточно ли опыта у ребенка или недостаточно. в этом смысле. А так, конечно же, это создание условий. Только эти условия я создаю систему, если я работаю технологично. И я понимаю, что я отвечаю в этом смысле за результат. И эти условия в чем заключаются? В том, что я презентую проблему. Но если говорить о том, к чему я хотел бы идти, но более сложная работа, которой предстоит учителям, это еще не просто презентовать проблему, а быть еще уверенным, что у ребенка хватит учебных средств для того, чтобы самостоятельно эту презентованную проблему решить. Вот, например, с примером 7 минус 11, когда вводится понятие отрицательного числа, может ли ребенок самостоятельно выстроить модель, что такое вообще отрицательное число и способ, например, как складывать отрицательное число. Но откровенно говоря, ребенок, который учился по стандартной программе, ну, мало шансов, что он это самостоятельно корректно сделает. Ну, дай Бог, что если там ребенок имеет хороший опыт что-то там наполнить в интернете и может разобраться в учебном тексте и понять самостоятельный способ, слава Богу, вот это как бы один из способов, что он может сам какую-то модель не выстроить, но понять какую-то чужую модель и ее потом интерпретировать. Но ведь фишка в чем? Чтобы мне каждое новое понятие давалось с помощью того, что у меня уже в арсенале есть, а это означает, что я должен курс предметный по-другому как-то выстроить, не так, как он выстроится чем-то. У нас есть математика в зале? Смотрите, у нас понятие числа и математика. Так, начальная школа, есть, почитаю, начальная школа. Прекрасно, потому что сразу она начинается. Есть два способа введения понятия числа. Есть число как результат счета, и это теория множеств по большому счету. И есть число как результат измерения величины. Два принципиально разных подхода. У нас все курсы математики с исключением одного выстроены на теории множеств. Подход как число, как результат счета. А на самом деле более графично понятный детям это способ, связанный с измерением. Я величину измеряю меркой. Вот у меня есть величина А, я ее измеряю меркой Е. Что я делаю? Прикладываю мерку, сколько раз измерил, получил число. Говорю, число А измеренное меркой Е, нам дадим, например, величина А измеренной меркой Е дает нам результат 7. Вот результат измерения. Чем мне этот способ хороший? Потому что, смотрите, как я ввожу понятие дроби. Я говорю, так, ребятки, давайте-ка измерим вот эту величину вот этой меркой. Даю вот эту мерочку. Они так, хоп, все сделали прекрасно. Стравь в клеточку, все прекрасно. Так, а вот такой мерочкой можете, маленькой совсем? Я говорю, ну да, англическая, что-то рутинная такая, но сделали. Я говорю, хорошо, а теперь вот эту величину, пожалуйста, измерьте вот этой меркой. И тут разрыв шагу руками, потому что эта мерка в этой величине не умещается. И дальше в чем проблема? Дети говорят, но этой меркой невозможно измерить. если только мы ее как-то раздравим. И они говорят, ну вот я сейчас эту мерку раздравлю там на 10 частей. И воспользуюсь вот такой меркой Е2. И получается, что измерить вот этой меркой не получилось. То есть результат ноль. То есть вот эту величину измеряю большой меркой. Получается ноль. Но вот этих маленьких частей у меня получилось, ну например, там 7. Я говорю, а как мне теперь понять, какую маленькую ты брал? И там дети говорят, раз мы разбили на 10 частей, то у меня получается ноль целых и 7 маленьких десятичных, как они говорят, маленьких мерок. Вот подчеркиваю, вот такие модели дети могут выстроить сами, если у них есть общий способ измерения величины меркой. А вот если вы детям скажете, какую-то задачу дадите на дроби, которая не имеет такого инструмента изначально, который по теории множество в начальной школе фактически учились, понятие числа обратилось как число, как результат счета. У них этого способа нет, и они самостоятельно, к сожалению, понятие дроби никогда не выдадут. У них нет инструмента для того, чтобы самостоятельно продвинуться. А раз нет инструмента, то она такая система не работает на моделирование. И вот смотрите, человек, учитель, который корректирует какие-то развивающие технологии, реализует развивающие технологии, это на самом деле человек, который первый делегирует детям проблемы, то есть делегирует проблемы, делегирует. А это означает, что я каждую тему переформулирую из темы в проблемы. И второе, это учитель, который перестраивает содержание своего предмета, чтобы новая тема давала возможность ребенку самому с использованием того, что он уже знает, что-то такое сделать. Вот подчеркиваю, вот это, это очень сложно. Есть ли какие-то готовые решения? Есть, например, в математике курс развивающего обучения Япония Давыдова, например, там Давыдовский учебник в начальной школе, Александр Ильбер Иванович учебник в начальной школе в 5-6 классе, Заславский математика там с 5 по 9 класс, Ворговские учебники 5-9 класса. Если говорить, там русский язык опять-таки есть. Есть русский язык, кстати говоря, там вообще гениальная программа, которая выстроена. А есть училия русского языка? Тебе ко всем понимать выросли. Есть училия русского языка? Есть, прекрасно. Вот смотрите, опять-таки принцип построения любых правил русского языка в развивающем обучении на фонемах. Сильная и слабая позиция звука. И там правила не в корне слова что-то пишется, а там как раз и с использованием. Опираясь на фонему, сильная и слабая позиция, дети самостоятельно могут какие-то закономерности, они же слышать не умеют, слушать умеют, словолями пользуются. Они могут самостоятельно вывести собственную программу, какое-то собственное правило. но пользуюсь вот этим принципом. И тогда надо прямо на этом основном понятии фонемы целый курс выстроить. Это очень сложно. И тогда вопрос, но ведь лучше хоть мало, но какой-то опыт, чем общаться при каком-то опыте. Я всегда привожу примеры из уроков истории. Вот нет курса истории, которые выстроены вот так, чтобы вот некое понятие выводилось там ежеурочно. Потому что у нас очень много в истории просто фактологии, которые мы тоже должны дать. И каких-то понятий для ребенка, например, общественно-экономической формации. Ну да, понятия. Но вот это в истории можно, ну там, с десяток. А курс истории у нас с второго и по одиннадцатый класс. И мы что, 10 понятий одиннадцать лет вводить будем, и дети сами будут что-то выводить. Очень сложно. Но дальше вопрос, а можно ли создавать ситуацию, чтобы хотя бы дети, ну, локально что-то использовали и делали самостоятельно. Вот я приводил пример. Ситуацию, я не знаю там, например, с революцией цветной на Украине 2014 году. В учебниках ничего нет. А можно детям дать возможность тоже эту революционную ситуацию по открытым источникам для себя хотя бы восстановить. Они же схемы-то знают, да, по поводу низы, их тут наоборот, низы не могут, верхи не хотят. А вот чего не могут в Украине в 14-м году низы, и чего не хотят верхи? Что там за революционная ситуация? Я подчеркиваю, в учебнике не написано, а, возможно, и вам не комфортно. Или, не знаю, вы композицию в литературе, понятие композиции собираетесь вместе. А дальше надо посмотреть на какой-то вариант композиции какой-то нетипичной литературы, интересной литературы. И вот беру какое-нибудь произведение такое, что прямо замысловатое. Читали ли хорокими браками «Страна чудес и страннозов», который называется «Смер». Очень, кстати, рекомендую, это просто вот вышивающая книга, помимо того, что интересно, композиционно, что сделано, кстати, прием такой достаточно простой. В книге, как у Булгакова, «Мастер» и «Маргарин» уже читает немаленько многие, да? Значит, у нас как минимум два действия, да? Одно с Иешуа, и другое, собственно, с «Мастер» и «Маргарин». Смотрите, вот одна сюжетная линия, вторая постоянно одно с другим сочетает, вмешается, да? И сначала читаешь, какое-то ощущение сумасшествия, да? Ну, при чем тут это? При чем тут это? Вот «Маргарин» в итоге три линии начинают сходиться к концу книги, и я вдруг начинаю как-то «Лесгой бритвы», например, тоже «Рефремов», да? И я начинаю думать, слушайте, а как классно, я не линейный текст придумал, а прочитал, а автор задумал вот какую-то нелинейность в своем изложении, и композиция оказывается вот в этом. Дальше вопрос. Могу я с детьми композицию на старте, до еще прочтения каких-то книг сконструировать и дать возможность детям написать собственный текст? А могу я с детьми про особенности текста не исходя из читательского опыта поговорить, а из писательского опыта сложить? Ну, например, я говорю, а дети, а можете рассказать сказку «Колобок», но не с позиции автора, а с позиции, например, «Колобка»? А это такая творческая задача, значит, это не жили бабы, когда детки, да? А если это «Колобок» вам сказать, то, значит, я себя помню, когда вы вытащили меня из печи, говорит ребят, который в позиции «Колобка» теперь рассказывает сказку «Колобок». Я такой крупный оказался, румяный, и два человека меня назвали «Колобком». Это оказались мои родители. И я когда у них спрашивал, как, я же должен сказку полностью рассказать, но в позиции «Колобок». И когда я «Колобок» у них спрашивал, как я появилась в наслед, мне бабка сказала, что дед пришел, говорит, иди там без усеков помеди, там бомбар, поскреби, и запри мне что-то поесть. И бабка пошла, поскребла, помела, значит, замесила, положила меня в печку, и вот я такой вот весь из печки вышел. И дальше мне было скучно, и я решил спрыгнуть за окошко, ну и дальше начинаю рассказывать. И вот ко мне подождает сволочь леса, я подумал, она нормальная, я ей песню пою, она меня раз и съела. Вот я теперь вот, не живой, а привидение. Вот смотрите, другой способ написания текста. Вот что хорошо в таком приеме? Я модель текста в чистом виде, как ребенок, делаю сам. И вот смотрите, и если я, а потом можно уже рассказать сказку «Колобок», например, с той же самой позиции весы. Причем рассказать, а лучше и записать. Потому что что в этом смысле? Я не начинаю мелочно, как учителя литературы часто бывает, мелочно там анализировать все произведение, препарировать его. У нас там еще есть наше все, Григорий Белинский с его критическими статьями, которые у меня там в Советский Рейдинг-Мограмме студировали. А я даю задачу самому написать текст с другой позиции. Например, расскажи, ну так, в кратком изложении расскажите мастеру Маргариту, но с позиции, например, кода Бегемонта. И тут проблема, потому что он там не самый главный персонаж, он мало чего видел. Код Бегемонта. Но что мне это дает? Мне это дает возможность, как учителя, поставить проблему ребенку, понять, сколько в тексте этот код Бегемонт был, и что за историю он видел. А оказывается, он никакую целостную историю мастера Маргариты и не видел. Он видел куски. Но что он видел? Может это быть целой историей или не может? К чему я потом в итоге прихожу? К одиннадцатому классу у меня, как учителя литературы, нет проблемы у детей в написании связанного текста. Потому что ребенок даже в сложной ситуации понимает, как выстроить текст. Потому что он имеет богатый опыт написания текста в проблемной ситуации. А что такое экзамен? Что такое сочинение в одиннадцатом классе? Проблемная ситуация. Стрессовая ситуация. И вот в этой стрессовой ситуации дети, которые имеют такой серьезный читательский, писательский самый главный опыт в литературе, не испытывают никаких тем более эмоциональных затруднений, не испытывают и собственно каких-то предметных затруднений, потому что все легко случается. И к чему говорю, что локально каждый раз можно придумывать себе, как учителю массивные задачи по поводу перестройки содержания обучения по какому-либо предмету. Ну, предположим, как сейчас просто смотрю, вот у меня учитель иностранного языка, где-то много сидит, думаю, про математику, мы говорим про историю. Вот как учителю иностранного языка выйти? Вот что ему делать? Дети вообще не знают лексики иностранные, а мы типа какую для них проблемную ситуацию? Ну, проблемная ситуация может быть в предметном содержании, но задумная ситуация не предметная, а социально задумная ситуация. Ну, то есть, я задаю ситуацию, когда ребенок, оказывается, в больнице должен врачу что-то объяснить. Вот я просто лично попадал за границей ситуации, когда нужно было объяснить, что у меня там что-то болит. И вдруг выяснилось, что вот по стыду к своему, но как-то у меня никакой лексики по поводу болит после школьной программы нет. И вот, например, я создаю ситуацию, прям моделирую ситуацию с детьми, разделил их на команды и создаю ситуацию, не знаю, травмы какой-то, и оказание помощи, там, не знаю, туристу в стране. И это подчеркиваю, я придумываю, ну, придумываю перед уроком, а на уроке это случается, а дальше начинают понимать там, у кого из детей что-то в этом смысле есть, а у кого-то из детей нет. Они сами начинают гуглить, искать слова, пытаться выстраивать их в какой-то диалог, сами пытаются строить диалоги. Ну, подчеркиваю, это не в варианте, когда я им сразу даю заготовленные клише и дальше начинают так, а завтра, дети, этот диалог выучат наизусть, а потом, значит, что, блин, завтра происходит на уроке иностранного языка. Дети пришли, я говорю, так, хорошо, Маша и Петя в доске, ну-ка, быстренько диалог. Они, значит, так, диалог в клише воспроизводят. Я думаю, ну, если они хорошо воспроизводят, то вот вам по пятерке. А дальше они диалог воспроизвели и забыли прекрасно. И там дальше, как и я, за границей оказался и думаю, а я ничего не знаю, наверное, учитель у меня плохой был, что я ничего не знаю, никакой лексики иностранного языка, который связан с больницей, там, не знаю, с болью, с таблетками. А выяснилось, что есть такая тема. Это просто я в голове своей этого не оставил. А почему не оставил? Потому что у меня, собственно, опыта не было. Я, наверное, диалог вот этот рассказал. Ведь он получил и благополучно забыл, потому что мне это не надо. Почему-то. Вот смотрите, такая локальная ситуация. Вот я создал вот эту ситуацию, что вот у ребенка появился интерес, и он, подчеркиваю, нам же важно что. И он сам начал добывать какую-то лексику, выстраивать какую-то модель текста, связанную вот с вот этими вот, не знаю, понятиями. Или, как учитель английского языка, я вдруг ставлю задачу найти принципиальное различие с построением предложений в русском языке и в английском языке. Я не про прямой порядок слов рассказываю детям изначально, да, а начинаю сравнивать с тем, что они уже знают. Потому что они русский язык как теоретический предмет изучают с первого класса, а английский со второго, например. И я вдруг начинаю опыт, который у них был в первом классе, применять во втором классе для работы с ними же. Ну какой опыт? Знание теории русского языка. И вдруг оказывается, что в английском языке не совсем то же самое, но, по большому счету, прямой порядок слов работает в русском языке. Это миф, что у нас не так. И откуда берется эта форма глагола «to be»? Оказывается, что в русском языке она есть, она просто вот вымыта из нашей обыденной речи. Но она есть, теперь мы ставим, а там, на самом деле, форма глагола «to be». И вот я специально беру и, как учитель, модерирую какие-то ситуации, они могут быть не системные, а кусочные. Какие-то вот сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Но что это дает? Это каждый раз дает мне возможность, как учитель, ребенку, вот опять-таки, на самостоятельное моделирование довести, чтобы он это смог сделать впервые самостоятельно. Таким образом, учитель, который занимается технологиями развития, почему делегирует какие-то решения каких-то проблем детям в урочной и неурочной форме, перестраивать содержание предмета, либо, вот как я случаю с иностранным языком, если содержание предмета не удается перестроить, это сложно, не получается, то я начинаю выстраивать специфическую какую-то специальную деятельность, выстраивать какую-то новую деятельность, специфическую, в которой это содержание становится не предметом главным, а инструментом нужным. Ну, например, я не учу детей какой-то лексики английского языка, а я по скайпу соединяюсь с иностранцем, не знаю, там, с блогером каким-нибудь, и у меня есть классик, дети, блогеры, там, тиктокеры, пока не запретили детей, для многих это был прям такой ресурс, с известным английским тиктокером, дети такие, хоп, пообщаться хочется, лексики нет, я вас уверяю, они очень быстро начинают гуглить, нужные слова находить, пытаться разговаривать, то, чего я, как учитель английского языка, должен добиваться, чтобы была практика говорения и слушания. И вот в тот момент, когда я не содержание перестраиваю, а деятельность выстраиваю, беру и соединяюсь с живым иностранцем в интересной деятельности, где дети начинают пытаться как-то что-то лопотать, быстренько гуглить, как-то выстраивать свою речь, вот подчеркиваю, это не в прямую проанглийский язык, но это специально запровоцированная деятельность, чтобы это, задачки английского языка, как предмет учебного, начали решаться. То же самое с математикой можно делать, какую-то специфическую деятельность выстроить, причем эта специфическая форма деятельности может действительно во многом помочь содержание предмета облечь в какую-то интересную для ребенка обертку. Ну, например, я, как учитель математики, понимаю, что требование, которое записано во ВОЗ, а требование какое, 30% учебного времени во внеурочных формах я должен реализовывать. Для меня, как для учителя математики, это во что выражается? У меня 5 недельных часов, например, в 5-м классе, 5 часов в неделе математики, 170 часов в год. Что такое 30% времени от 170 учебных часов? 51 час, 51 урок, который я должен провести во внеурочной форме. Я бы на самом деле, что сделал в 5-м, 6-м или 7-м классе, пришел к директору и сказал, а можете мне эти 51 час с моими, например, семиклассниками выдать в сентябре в форме, не знаю, там, недельного погружения туристического похода. Я с детьми иду в реальный туристический поход и, начиная там, в туристическом походе, решаю прямо на местности реальные задачи. Ну, здесь учителя математики есть. Ну, например, там, проподобие треугольника. У нас же там есть практическая задача. Вот она, река, вот у нас тут дерево, вот здесь вот мы находимся, да? И, соответственно, я там в расстоянии хочу какие-то измерить. Но только на картинке там все у нас в учебнике нарисовано. А сам способ они почему-то на бумажке изучают. А вот когда им нужно будет перебраться отсюда сюда и понять, какой веревке нужны длины, вот тут им как раз ровно подобие треугольников на практике понадобится. И вот здесь я, ровно с ними, прямо здесь, сейчас, в ситуации затруднения, на собственном опыте, и эту задачу, как и подобие треугольников, будут решать только в походе. Почему? Такая форма деятельности. Или, например, у меня на уроках русского языка и литературы, в силу того, что я перестроил курс, дети много пишут каких-то собственных текстов. И поэтому с позиции Колобка рассказать Колобой. Или с позиции, там, кота Пекимота рассказать Мастеру Маргариты. Или рассказать правду разложения Мастеру Маргариты. И так далее. Только один приемчик я бы озвучил. Текстов много. Дальше вопрос. А могу я, как учитель литературы, иницировать создание некого детского литературного авторского журнала? Могу. Что мне, как учитель русского литературы, это дает? Ну, тогда в этом журнале, если его всерьез выпускать, должен быть, как минимум, редактор и корректор. Какие задачи решаю я тем, что я организую журнал, и персонально говорю так, Маши, видите, у нас будут корректорами в нашем журнале. Что, чего должен добиться корректор? Чтобы там не было никаких ошибок, чтобы грамотно все было написано. И с точки зрения буквы, которые там должны в нужных местах, нужной буквы быть, с точки зрения знаков, предпинаний и так далее. И я в корректор беру Машу, которая хороша она для меня, вот, с русским языком, и Петя, у которого через раз ошибку вижу в его тексте. Но что Петя делает? Он садится, читает чужой текст и пытается найти там ошибки, и вдруг начинает находить. И вот в этот момент, что он же мне, мне не так сильно ценно, чтобы у меня в журнале ошибки не было. Для меня что было ценно? Что ребенок читает чужой текст в позиции контролера и контролирует другого человека. На самом деле, кого он контролирует? На самом деле, он контролирует себя, и я добиваюсь того самого формирования действия моделирования и контроля. То есть ребенок, на самом деле, в конце концов, научится контролировать самого себя. А каких-то детей я говорю, а ты у нас будешь редактором. И дальше, понятно, что мы там говорим, вот, стилистические ошибки. Детям объясняют, что там за стилистические ошибки. Начали от первого лица, закончили от третьего лица. Полистрования, да? Но опыт определенный у ребенка должен быть. Может, 50 раз объяснить, и 50 раз в сочинении снизить баллы какие-то, снизить оценку и сказать, что это неправильно. А можно через вот такой вид деятельности, как же она на собственной практике детей, это отработать. Подчеркиваю, учитель, который занимается развитием детей, может не только диригировать решение проблем, не только перестраивать содержание, а может выстроить вообще иную деятельность, в контексте которой учебное содержание приобретает и вспомогает ему какую-то функцию. То есть русский язык в ситуации создания журнала это инструмент, а не цель. А вот урок русского языка, это прям вот цель. Я вот должен на уроке русского языка русским языком заниматься. А когда я создаю журнал, то я могу заниматься много чем в этом журнале. А русский язык мне как предмет, инструмент, который помогает этот журнал создать. И я в этом смысле к нему по-другому начинаю относиться к этому предмету. Ну и, пожалуй, здесь последнее, что необходимо сказать, что вот этот самый подход, когда я формирую некоторую специальную деятельность, в которой предметное содержание становится, получает другую органскую, он очень дезобективен с точки зрения вхождения педагогов в нынешней очень сильно модную тему, которая называется функциональная грамотность. Обращаю внимание, что в соответствии с требованием УОЗ функциональная грамотность, теперь прямо зафиксировано, что мы ее должны добиться в программании функциональной грамотности в конкретном предмете у детей. Наш результат, наши с вами работы. А это означает, что буквально через шаг, потому что в измерении вопросов ввели в прошлом году и начального общего, и основного общего, и среднего общего образования. Одно два года назад, другое в прошлом году, да? А это означает, что буквально года через три уже начнут контролировать нас с вами внешние органы какие-то, чисто вопрек, предположим, насколько мы там выполняем требования. Функциональная грамотность заявлена. А дальше вопрос, насколько мы владеем способами, как педагоги, выгода каких-то знаний, умений, навыков детей на уровне функциональной грамотности внутри своего предмета. Если говорить про функциональную грамотность, сейчас к чему подвожу. У нас, кстати, тема конкурсной программы в прошлом году была на формируемой функциональной грамотности учащихся. Вот функциональная грамотность имеет на самом деле такую простую структуру и схему в понимании, что за результат, что такое функциональная грамотность с точки зрения результата, который есть у ребенка. На самом деле всего три уровня функциональной грамотности существует. Первый уровень, когда я знания, умения и навыки в предмете, который у меня есть, могу использовать для получения новых знаний, умений и навыков в этом же предмете. То есть, я вот нечто уже знаю в математике, и благодаря этим знаниям я могу сам какое-то новое знание получить. Уже приватил такие примеры, да? Это самый низкий, но первый уровень функциональной грамотности. То есть, я то, что уже знаю, использую, чтобы понять какой-то новый материал. Если наши дети с вами могут в математике, в физике, в русском языке, в иностранном, в истории, с использованием имеющихся знаний получить новые знания, то вот это и есть первый уровень функциональной грамотности тех самых знаний, умений и навыков в предмете. Второй уровень. Более сложный. Знания, умения и навыки из одного предмета я могу переносить на знания, умения и навыки в другом предмете. Или с помощью знаний, умений и навыков в одном предмете получать знания, умения и навыки в другом предмете. Так называемые там межпредметные связи. Например, математика с физикой прям легко вижу. Я в свое время как учитель математики, начинающий, после вуза пришел работать в школу, с восьмиклассниками работая, получил замечание от своего коллеги, учителя физики, стажист, который говорит, слушай, а нифига твоя квадратное управление не решает. Ну, как это не решает? У меня с закрытыми глазами и даже ничего не записывая. Разными способами, вообще без всяких проблем. Говорит, ну, прийди на урок ко мне. Я пришел и вдруг выяснил. В каноническом-то виде, приведенном Ах квадрат плюс Бх плюс С равно нулю, вот в таком приведенном виде квадратном уравнении дети привыкли на моих уроках в математике видите, а на уроках физики там там и Х может никакого не быть, и квадрат вот этот спрятан, и буквок там тысяча штук. И они просто даже не понимают, что это квадратное уравнение. Они его к стандартному виду даже привести, мысль такая не приходит. И я понимаю, что чего-то я перемудрил. Как в учебнике математики дано стандартный вид квадратного уравнения, так я с ними и работал. Они, конечно, в таком виде квадратного уравнения легко видят, а на физике они даже и не видят, что это квадратное уравнение. И поэтому в голову не приходит, что они могут знания из математики применить на уроке физики, потому что они там и не видят как на математике. И когда до меня это дошло, то вот он как раз задача к второму уровню. Как знания из моего предмета могли бы быть использованы в другом предмете? Это второй уровень функциональной грамотности. Если я это начинаю делать, то понятно, что я серьезно продвигаю развитие ребенка, потому что это помогает ему понимать, для чего ему знания в моем предмете нужно продвигать получение оценки по моему предмету. Он начинает понимать, что ага, эти знания на самом деле инструмент для другого предмета. Это уже прям такой высокий уровень функциональной грамотности. Ну и наконец, третий уровень функциональной грамотности, самый высокий, это когда знания, умения и навыки у нас появляются вне учебной ситуации. Вне учебной ситуации. Когда человек начинает понимать, что на самом деле знания и навыки это вообще инструмент для жизни. Он это где-то достигает. Он начинает понимать, что на самом деле мне все, что в школе нужно для того, чтобы быть успешным в жизни. Простая задача. Летно, я могу сказать, 20 назад, когда ГИА-9 государственную тугую аттестацию в 9 классе отрабатывали, давали задачу детям на как раз функциональную грамотность. Так в прямую реализовали. Была простая задача. Значит, нужно было, давались размеры комнаты, высота, длина, ширина пола, размеры окна и двери. Нужно было оклеить эту комнату обоями. Давались размеры комнаты, давались параметры рулона обоев, то есть длина пуска обоев, ширина пуска обоев. Давалась стойкость рулона обоев. И нужно было написать, сколько нужно в магазине купить обоев, чтобы оклеить эту комнату. По большому счету, для решения этой задачи ребенку нужно знать, как найти площадь прямоугольника и уметь складывать, умножать, вычитать, делить и знать, что если цена умножить на количество, получится больше, но чуть не надо. Как вы думаете, каков процент детей, которые справились успешно с решением такой задачи, как после окончания девятого класса? Подчеркиваю, девятиклассе такую задачу получили. Маленький. Маленький. Меньше пяти процентов. Можете себе представить? Подчеркиваю, это просто умножить длину на ширину и просто уметь умножать со складом. Больше ничего не надо с точки зрения максимально. Почему такой маленький процент? Потому что некоторые писали, надо, а там, да, формулировка была, сколько денег нужно потратить, чтобы оклеить. Дети писали, например, почитали, что надо купить три с половиной грону на обоев. Если грону на обоев стоит 10 рублей, надо 35 рублей. Другой вопрос, а в магазине вам три с половиной грону на продадут? Нет. То есть, правильный ответ, 4 грону на умножали на 10 рублей, 40 рублей, а 30 рублей. Правильный ответ, получено меньше пяти процентов детей. Почему? Потому что у них практическое применение знаний в математике, это отсутствие какого-то опыта практического применения знаний в математике. Поэтому, как-то вот математикам уроки и вдруг какая-то математика в жизни, какого-то разных опыта никакого нет. Вот. Внеучебного контекста могут появляться множество каких-то знаний, умений, навыков. Почему они более успешно могут появляться, если мы внеучебного контекста их задаем. То есть, знаете, такой немножечко хамский, а не блог, но тем не менее, а не блог. Значит, когда молодая учатся географии, кстати, учителя географии, прекрасно, ничего личного подчеркивать в анекдоте, молодая учатся географии, дети ее не слушают, стоят на ушах, она уже и криком, и обаянием, ничего не получается, нервы все вымотали, она, значит, в садизарку директору школы говорит, я больше не могу, видите, мой Б, они мне уже всю душу вымотали, я больше никогда не пойду, увольняете меня, милочка, уходите, пойдемте. Значит, приходят в класс, там, все дети на ушах стоят, директор школы ставит глобус и говорит, так, дети, кто может надеть презерватив на глобус? Мгновенная тишина, а что такое глобус? А вот что такое глобус, вам как раз расскажет, вашу новую учебную географию. Это к чему, подчеркиваю? Контекст оказался для детей, которые в период полового созревания, вот самое то. Мотивация, подчеркиваю, не учебная, да, но что-то вдруг надо прогулку с правой разбираться. Вот, подчеркиваю, каждый раз вот эта внеучебная ситуация понять, как это содержание будет работать, это такая важная методическая задача. Это можно сделать, и если этим заняться, просто придумать, как это можно сделать, ну, например, там, знаю, как это можно сделать в иностранных языках, то же самое скальп, и живое общение это один из способов, как это можно сделать. Таких вариантов много. Ну, и, наконец, этот третий уровень имеет два подорудования. Это искусственный уровень, когда я, как учитель, придумываю, придумываю вот эту внеучебную ситуацию, когда медленное содержание нужно. А есть уровень естественный. Естественный. Это когда я вдруг обнаруживаю, что ребенок подходит, такой, говорит, а у меня что-то не получается. Он приходит ко мне не как учительный предмет, как к человеку. Или мой личный ребенок ко мне приходит, и говорит, у меня что-то там не получается после каких-то житейских проблем. А я понимаю, что у него не получается, потому что собственно он не понимает каких-то простых вещей в каком-то предмете. Я ему такой говорю, ой, у тебя не получается потому, что ты не знаешь вот это, вот это, вот это. Он говорит, тогда сейчас мы с этим разбираемся. И ребенок сам естественным способом, естественным образом сделал запрос на какой-то модуль образовательный. Потому что у него появилась потребность что-то для себя сделать, что-то для себя решить. Тут очень многие программеры, дети, которые занимаются программированием, их можно подлавливать. Они такие что-то такое делают и говорят, вот я сейчас программу такую допишу, приходит учитель русского языка, например, язык. А там что-то у меня не получается, там не знаю, потому же самым вчера мы дима, да, мой ребенок был, мой запросы искусственному интеллекту пытаемся давать, а там что-то не получается. И мучить русскую язык, а ты уверен, что слово интеллигенция пишешь с тремя и там нет буквы проверишь, и он так хоп, правда. Поэтому то у меня нейросеть ничего и не читает, да. И я для того, чтобы нейросеть выполнила мою программическую задачу, вынужден заняться русским языком. Вот подчеркиваю, он вышел со своей мотивации, которая к моему предмету русскому языку вообще никакого отношения не имел, а я сумел это завести. Мы завершаем единственное, что осталось говорить, что если вам близки идеи развития вот в этом контексте, не просто там какие-то материи умные, а вот в контексте, что если хочешь, чтобы что-то развивалось, нужно что-то нагрузить то, что ты хочешь развивать. Хочешь, чтобы у тебя мышцы развиваются, нагружай мышцы. Хочешь, чтобы у тебя голова развивалась, нагрузите голову, только не свою как учителя, а детскую голову, нагрузите, чтобы она развивалась. Если вам это интересно, то милости просим к нам в конкурсную программу, потому что там вы найдете очень много для себя с одной стороны ресурсов, потому что смотрите, что такое в конкурсную программу. Вы отправили заявку, что-то такое там разработали. Вы даже если этого не делаете на каждом уроке, а это просто одна единственная ваша первая мысль о этом поводу, все равно отправляйте заявку. Почему? Потому что вдруг эта мысль оказалась прямо светлая. И несмотря на то, что вы никогда этого не делали и не делаете в системе, это повод для того, чтобы эксперты посмотрели и говорят, да, это прям классно. И отправили вас в полуфинал. У нас дистанционно проходит полуфинал. И вот вышли, вышли в дистанционный финал, сами что-то рассказали, но при этом послушали, как еще 50 человек примерно то же самое, но поделились своими мыслями. И подчеркиваю, помимо того, что вы придумали, вы еще услышите от 50 людей, что они по этому поводу придумали, какие у них есть практики. Дальше вышли в финал, поехали в город, в котором финал проходит. Там есть конкурсные испытания, всевозможные. Они сами по себе, конкурсные испытания, зажигательные, интересные. Это просто хорошее время предпровождение, помимо даже хотите выиграть или не хотите, неважно. Удовольствие получится все равно. А самое главное, если выиграете, понятно, что там деньги, на сегодняшний момент за победу 200 тысяч рублей победитель получает. А затем, вот вы стали победителем, потом должны технологии, на которые вы говорили, должны еще будете на стажировке с другими людьми отработать. А вы еще говорите, а я-то еще сам. Но у вас до стажировки еще целых полгода будет. Вы после победы в выпуске вдохновленные, 50 раз попробуете, у вас что-то начнет получаться. А дальше к вам приехали люди, вы, соответственно, с людьми поработали. И как с тем самым учительным математикам, которые теоретом фокол четыре раза с детям накалкивают? Я уже сам понял, я все без толкования как-то не поймете. Когда вы с вашим стажером поработаете, вы сами начнете лучше понимать, то, с чем вы пришли на конкурс. И это главный результат. Убокусними со стажерами, которые к вам приятны. Вы как главный предмет, в который мы хотим инвестировать свои средства, силы и мысли. И в этом смысле вы как главный результат самого себя и будете по итогам участия в конкурсной программе. Принять в конкурсной программе легко участие. Для этого на сайте проекта «Школа Русатова» мы опубликуем положение, они как правило публикуются в августе, в конце августа. И увидев положение, дальше вы заполняете форму, и прямо на сайте отдаете какие-то заявочки. У вас есть в городе прекрасные бедовои, которые прошли, имеют уже опыт, как это делается. Вот они в первом предмету вот сидят, две дамы, еще одна дама во втором предмету, которые вот уже и побеждали. Еще одна дама, которая куда-нибудь идет. Поэтому в городе есть опытные люди, к кому обратиться, которые могут в этом смысле сориентировать, помочь. Главное в этом смысле ничего не бояться, потому что люди мы не страшные, эксперты абсолютно тоже не страшные, на самом плане, что в принципе главная задача сделать вам не больно, а интересно. Вот что умеет делать, это сделать интересно. Поэтому милости просим, смотрите на наш сайт, в августе мы обязательно опубликуем предложение о конкурсной продаже до следующего года, закинуя интригу, что помимо индивидуального участия у нас будет в этом году еще возможность командно заявиться на конкурсную программу. И в этом отношении можете уже в себе прикидывать какую-то команду, кстати говоря, сливая впервые информацию в данном городе, эту информацию не сливал. Поэтому можете уже прикинуть, что может быть вы хотите с кем-то в группе поучаствовать в подпускной программе, потому что одному иногда страшно, а за компанию в запуск. Спасибо большое за внимание, ждем вас в подпускной программе и на мероприятии поеду, поеду с полчаса. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ